Я верю в слово импортозамещение, но при некотором искреннем взаимодействии между правительством и теми, кто импортозамещает. При том уровне лицемерия, который существует у нас в исполнительной власти, мы получаем сыр из пальмового масла, потому что говорятся какие-то слова, а дела не делаются. Президент выступает с Федеральным собранием, где говорит, что надо убрать проверки с бизнеса, проверок становится больше. Говорит, что нужно налоги снижать, налогов становится больше. Говорит, что не должно быть никаких дополнительных взносов, появляются какие-то дополнительные взносы, сносят ларьки. Я на самом деле всю аргументацию правительства Москвы по поводу незаконных строений и прочего понимаю. Но почему нельзя подождать еще 3-4 года, пока рассосется вот эта ситуация с экономикой? Они до этого стояли, эти ларьки, 15 лет. Никто, ни один из этих ларьков в метро не провалился. Давайте подождем еще 5 лет, а потом решим этот вопрос. Нет, почему-то надо ломать прямо сейчас, вот прямо когда ни у кого денег нет. Это совершенно загадочная ситуация. И в этой ситуации что происходит? Бизнес не верит правительству и все. А если он не верит правительству, у него нет совершенно никаких резонов делать дело. Он точно так же лицемерно себя ведет, как и правительство. Он производит фальсификат, в наглую пишет на этикетках, что это не фальсификат, впаривает его по конским ценам. А правительство делает вид, что оно его сейчас будет за это наказывать, но не наказывает. А страдаем от этого мы. Вот и все. Вот замечательная, значит, на эту тему иллюстрация, это две-три недели назад, три скорее, я видел на фейсбуке у певца Юрия Лозы такой пост. Звонит ему промоутер и говорит, давайте мы с вами сделаем в этом году концерты, вот значит, как в прошлом году, только вот, значит, аренда стала дороже, аппарат стал дороже, свет стал дороже, значит, все хотят еще больше, можно я урежу ваш гонорар в два раза? И Лоза пишет, я как бы все вроде как понимаю, да, у всех проблемы, все повышают цены, но почему я-то должен их понижать? Почему за мой счет? Давайте увеличим мне гонорар в два раза. Увеличим. Вот такая логика, да, вот сейчас мы находимся в ситуации, когда человек человеку волк и виновата в этом целиком и полностью правительство.